КФУ все может, КФУ поможет. Шесть часов, и ты дома. Вместе против коррупции. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Камиля Галякберова. Подведены итоги второго этапа конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Победителями конкурса стали 18 студентов и аспирантов Казанского федерального университета. На развитие своей бизнес-идеи они получат по 1 миллион рублей. Проекты студентов ориентированы на создание новых приборов – интеллектуальных, производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных индустрий. Конкурс проводился именно в Барнауке России и фондам «Содействие инновациям». Коллектив Казанского федерального университета с начала специальной военной операции оказывает помощь жителям Донбасса. Так, в УДИ состоялась благотворительная акция по поддержке беженцев. Был организован сбор гуманитарной помощи и прошла лагерная смена для детей. Во второй половине сентября Елабужский институт КФУ инициировал новую акцию – оказание адресной помощи и поддержки Мариупольскому государственному университету Донецкой Народной Республики. Подробности узнаете в сюжете нашей съемочной группы. Очередная партия гуманитарной помощи была загружена сегодня в грузовик и отправлена в региональный склад. А уже оттуда собранные студентами вещи поступят в Мариупольский университет. Идею сбора гуманитарной помощи подхватили все институты Казанского университета. Студенты честно признались – помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, решение правильное. Сотрудники университета на своем примере показали студентам важность помогать нуждающимся. В КФУ был создан гуманитарный штаб «Мы вместе». Казанский федеральный участок присоединился к этой всероссийской акции. Наши студенты, институты, сотрудники были оповещены об этом. Они приносили вещи, канцелярские товары, которые собирали в центре общежития номер 8. Целенаправленно собрали, все сложили. И вот сегодня мы отправим эту гуманитарную помощь уже в республиканский центр, откуда она отправится в Мариуполь. Я решил поучаствовать в этой акте, потому что это способствует развитию патриотизма среди студентов. Я рад был бы вложить свою помощь в это мероприятие. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета начали сбор гуманитарной помощи для Мариупольского университета еще во второй половине сентября. Начало акции было инициировано Елабужским институтом КФУ и поддержано ректором университета Ленаром Сафиным. Он предложил присоединиться к акции всех неравнодушных сотрудников Казанского университета. На протяжении долгого времени в Мариупольском университете возникают различные проблемы, из-за которых начать учебный процесс затруднительно. К примеру, в настоящий момент в Мариуполе нестабильна подача электроэнергии и не хватает базовых принадлежностей для учебы. Нет элементарных канцелярских принадлежностей, нет бумаги. И сегодня студенты Елабужского института собирают все необходимое из канцелярии, чтобы помочь коллегам Мариупольского университета. А наши преподаватели и сотрудники инициировали сбор денежных средств, которые мы направим на приобретение цифровых устройств, такие как МФУ. И очень надеемся, что все это поможет для начала организации учебного процесса и работы в целом Крупного образовательного центра Донецкой Народной Республики. Напомним, помощь жителям Донбасса коллектив Казанского федерального университета оказывает с начала специальной военной операции. К примеру, этим летом в лагере «Буревестник» состоялась образовательная смена для ста детей из пяти городов ДНР. Адалина Абдрахманова, Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Проект по строительству скоростной трассы М-12 в самом разгаре. Как объект изменит жизнь республики, выясняла Маргарита Михайлова. Встретительство крупнейшего инфраструктурного проекта федерального значения в самом разгаре. Новая трасса М-12 свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республики Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части страны. Ее протяженность составит около 800 километров. Самым длинным искусственным сооружением на этом отрезке станет мост через Волгу. Располагается объект на территории Республики Татарстан. Этот проект очень актуален и своевремен, потому что М-7 «Волга» уже автомобильная дорога на пределе своей пропускной способности работает. И М-12 очень помогла, разгрузив эту дорогу, потому что и М-7 у нас тоже как в структуре города уже используется дорога. Многие там объезжают северные, восточные, западные направления. А заезды в город тоже очень загружены. Поэтому с южной стороны эта дорога помогла бы нам. Представители проекта в свою очередь отмечают, что восьмой этап строительства трассы М-12, который ведется на территории Республики, один из сложнейших. Помимо того, что мост через Волгу крупнейший на всей трассе М-12, на территории Республики был запланирован самый большой объем земляных работ. Вместе с мостом протяженность дороги через регион составит около 70 километров. Протяженность моста составит чуть более трех. У нас со стороны Верхнеуслонского района крутой берег, высокий берег, со стороны Лаишевского района берег пологий. И, соответственно, у нас мост идет с углоном от Верхнеуслонского берега к Лаишевскому. И высота опор в районе судового хода, в районе, получается, правого берег со стороны Верхнего Услона, будет достигать 45 метров. А мостовое полотно, по которому будут двигаться автомобили, будет находиться над уровнем воды примерно на высоте 50 метров. Вообще, в целом, трасса М-12 – это огромный инфраструктурный проект, которых, в принципе, в России еще, наверное, не было. И вообще быть причастным к строительству такого крупного объекта, в том числе к строительству такого моста – это, наверное, очень почетно. И для себя это огромный опыт в работе. Работа над проектом по возведению моста через Волгу началась в конце 2020 года. Около трех тысяч человек трудятся здесь в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия и время суток. Чтобы завершить проект в кратчайшие сроки, были построены дополнительные мосты и площадки, как с правого, так и с левого берега. Таким образом, работа на объекте ведется одновременно с двух сторон. Ну, возникали сложности по погружению грунта, но сейчас эти вопросы решаются. Погружение шпунта идет у нас в графике, то есть работы выполняются, все задачи, которые перед нами стоят, выполняются в срок, все идет. Непрерывное движение транспорта по будущей трассе могло бы стать огромной проблемой для диких животных. Однако здесь авторы проекта все предусмотрели. По обе стороны моста будут построены специальные экотропы, которые обеспечат безопасное движение жителям местного леса. Главной задачей любого проектировщика является поиск технических решений для сохранения окружающей среды, поскольку многие виды работ, да и в целом функционирование объекта может оказать серьезное влияние на природу. Что касается проекта строительства трассы М-12, в целом для миграции животных, обитающих поблизости, построят больше 60 эко-переходов. Помимо этого, вырубка леса для построек сведена к необходимому минимуму. При этом авторы проекта предусмотрели дополнительные посадки для компенсации возможного ущерба. Здесь будет, скажем так, локальное, но не маленькое, да, то есть в условиях территории моста будет воздействие на бентоз, то есть здесь бентоз будет просто уничтожен при строительстве, будет воздействие на фитоплантон, зооплантон, но это восполнимые потери, восполнимые потери вот по бентозу там, он на этой территории не сможет восстановиться, поскольку она будет занята гидротиническим сооружением, вот, и, соответственно, будет воздействие еще через кормовую базу и непосредственно будет воздействие на ихтиофауну. Для этого должны быть осуществлены расчеты экологического ущерба по ихтиофауне и, соответственно, предложено компенсационное мероприятие, как выпуск мальков в воду. Вот это то, что на поверхности лежит, то, что очевидно, и то, что явно. Но мост, конечно, это сооружение, имеющее еще и береговые границы, соответственно, здесь надо продумать о том, как должны проходить животные под мостом в береговой зоне. Потому что вот сама трасса М-12, я читала про то, что там должно быть 60 проходов, экопереходов для животных, они могут быть разные, как бы поверхностные, могут быть, скажем так, тоннельного типа, эстакадного типа, то есть по-разному это можно осуществить в местах миграции, но ведь животные должны пройти и под мостом тоже. В настоящий момент завершено строительство 12 опоры с 28. По плану объект должны сдать к 2024 году. Новая трасса позволит автомобилистам преодолевать путь из Москвы в Казань всего за 6,5 часов. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Александр Кузнецов. Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошел тематический квест «Вместе против коррупции». О мероприятии расскажет Амира Хтямов. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошел тематический квест «Вместе против коррупции». Задача квеста – выявление уровня знаний, обучающихся на тему коррупции и права, а также формирование у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни, привитие антикоррупционных навыков, воспитание честности и порядочности. Мероприятие в рамках одного конкурса – конкурс на лучшую антикоррупционную комиссию. Квест для нескольких институтов КФУ. Участниками квеста были студенты первого курса различных институтов КФУ. Квест включал в себя 8 станций, направленных на права и обязанности студентов, воспитание у студентов антикоррупционного поведения. Также во время проведения испытаний командам можно было заработать дополнительные баллы. У нас заявлено участников ровно 54. 9 команд. Мы на самом деле проводили это подобное мероприятие уже два года назад и решили, что его можно повторить и в этом году. Отметим, что организация мероприятия была на высоком уровне, так как не было большого скопления ребят в одном помещении, а задания были выполнены по максимуму. По итогу квеста были выявлены победители и проведено награждение. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. 26 октября 2022 года состоялась интеллектуальная игра «Конституция Татарстана. История и современность». Историко-правовая игра для студентов была проведена в формате квиза. Команды студентов вузов соревновались между собой, решая небольшие задачи на основе норм российского права и отвечая на отдельные вопросы. Организаторами выступили аппарат Государственного совета Республики Татарстан и юридический факультет Казанского федерального университета. Подробнее об игре и ее результатах смотрите в одном из наших следующих выпусков. С одной стороны, ребятам нужно знать действующий закон, с другой стороны, им надо быть в курсе событий, которые происходят в плане изменений, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации и которые отразятся уже дальше в Конституции Республики Татарстан. На этом все. В студии была Камиля Галякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин